Доброе утро. Это не вечер, это утро. Вот такое темное. Так как качество ночное время съемки на фронтальную камеру втремно, поэтому мы с вами только поздоровались и увидимся на работе. И я на работе. Ну что, пока я добиралась, вот и расцвело. Ой, началось то время, когда, если я еду утром, то мало того, что я встаю, еще темно, так еще и в пути еще темно. А зимой вообще бывает, когда я с девяти работаю. Я еще по темноте подхожу к работе и ухожу по темноте. За это я не люблю этот период года за то, что очень короткий световой день. Это в себя машинности. Цвет бомба. Вот. Так, что по плану? Я вам говорила, что у меня еще пять клиентов. Я не знаю, почему я так думала. Всего четыре процедуры. Первая клиентка. Маникюр, педикюр. Педикюр не знаю, что мы там с ней будем делать. Полный, с покрытием. Частичный, с покрытием. Полный вес покрытием. Решим, решили, решили, что решим на месте, когда записывались. Потом у меня будет перерыв часа два. Ну, пообедаю. Может быть, себе педикюр поменяю или маникюр. Уже не нравится. Не могу я с темным долго ходить. Потом будет у меня маникюр без покрытия и маникюр с покрытием. В целом, такой лайтовый день с перерывом. Вот. А еще, вот если вот так вот честно признаться, я не очень люблю комплекс, когда маникюр и педикюр сразу у одного клиента. Вот почему-то мне сложнее работать. Хотела, девочки, у вас спросить, как вы. Как вам? С одной стороны, ну вот если это только вот один человек в день и комплекс, то да, это лучше, потому что это немного быстрее получается. Потому что закончил где-то минут на десять пораньше. Если там два клиента, надо дождаться время прихода следующего клиента. Вот. А когда один человек, маникюр закончили, тут же пересели на педикюр, либо наоборот. Вот эти даже десять минут сокращаются. Вот. Но морально и физически это мне лично сложнее. Вот. Но я, естественно, клиентам об этом никогда не говорю и без проблем всегда записываю. Но вообще люблю больше, когда один человек, одна процедура. Вот. Как этим у вас? Пишите, кто как любит больше. Вот. Еды никакой я не взяла. Вот будет перерыв. Дай бог, дождя сегодня не будет. Схожу в магазин, куплю себе что-нибудь. А может и доставку какую закажу, посмотрим. Вот. Что еще? Я, видите, в куртку нарядилась. Это куртка. Года два я уже. В прошлом году в ней дочь ходила. А у меня, кажется, нет куртки. Вот я хочу, но мне все пока вот некогда. Но я выберу время. Возможно, завтра доеду. Я уже там по шоурумам в инсте присмотрелась и пару вариантов. Но они такие очень теплые уже прям на зиму. Но с другой стороны вообще пофиг. Утром холодно, вечером холодно. Днем же. Если будет какое-то глобальное потепление. У меня там еще есть такая, типа, дубленочки коричневые. Но она коротенькая. Вот. Но сегодня в ней, в принципе, можно было пойти. Я не знаю, почему я ее не надела. Вот эту надела, она меня вообще бесит. У нее такая ткань недышащая. Мне в автобусе плохо ехать, когда долго едешь. Вот. Поэтому. Поэтому больше я ее надевать, наверное, не буду. Потому что сначала думала, что он в хорошем состоянии. Может, на Авито выложит. А потом руки в карман засунула, а там дырки под кладом. Ой, это вообще не люблю. Поэтому на дачу поедет куртка, наверное. Хотя на даче мы куртками особо не пользуемся. Мы же, когда холодно не едем. Ну, весной только. Вот. Вот. Ладно, все. Подхожу к работе. А, кстати, вчера в Телеграме так хорошо. Мы там этого переписывали. Ссылки покидали. Заказала себе фрезу. Заказывала для снятия. Подтупились. И девочка одна скинула фрезу. ТВС-ку. Твердосплавную. Я давно хочу. Но вот пару раз на ВБшке заказывала. Такое Г приходит. А тут по рекомендации говорит бомба. Так что я это заказала. Так, девочки. Я к работе готова. Хочу начать сегодня с педикюра. Потому что потом после педикюра маникюр. И после этой клиентки еще маникюр. Я всегда продумываю, с чего начать. С чего мне будет удобнее. Мы уже пару дней работаем без киношек. Потому что Танюшка забрала на смену репертуара флешку. И что-то там. Какие-то проблемы со скачиванием. Поэтому в тишине. Со многими клиентами я болтаю. Но вот в среду у меня будет клиентка, с которым мы о ней разговариваем. Ну так, пару слов перекинемся и молчим. И я вот переживаю. Переживаю, как мы будем. Вот. Не знаю, может быть, удастся Тане до этого времени что-то скачать. И привезти флешку. Может и нет. Сегодня вроде как она не работает. Но это не точно. Мало ли кто записался. Вот. Так что вот такие дела. Сейчас мы с ней обсуждаем, как раз в какой день мы пойдем на мастер-класс. Кто-то мне в комментариях написал. Я не поняла, кто и как это можно было. Узнать. Может, это у меня... Что-то тут упало. Я думала, барабашка завелся. Может, это Маша моя там мне написала. Да, это продукция Кан. Канэ, как это называется. В общем, в ноябре мы идем на мастер-класс. Это такой трехчасовой мастер-класс. Ведущий инструктор школы будет нам сначала теоретическую часть рассказывать. Потом показывать на модели всю продукцию, как ей работать. То есть, да, конечно, это не курс. Это мастер-класс. То есть, это не то, чтобы обучение, это новые знания в любом случае. Вот. И нужно... Ну и будем покупать, переходить, пробовать. Мастер-класс идет с депозитом. Этот депозит потом учитывается при покупке. Вот. Сейчас с Танюшкой договоримся, в какой день пойдем. Там две даты. В ноябре и шестого. И там еще какого-то через две недели. Вот. У меня, в принципе, первый-второй день пока еще свободен. Поэтому я спокойно могу посвятить себя чему-то новому. Вот. Так что, такие дела. Все. Жду клиентку. Конечно же. Даже погодите. Так, девочки, первая красотка у меня готова. Ножки я вам не снимала, потому что мы покрывать не стали. Да, я не сняла, а потом думаю, да, и ладно. Пятигверки я не снимаю уже. Смиритесь, пожалуйста, с этим. А ручки мы сделали у нее... Я нашла причину, почему у меня у некоторых клиентов отслойки. Скорее всего, из-за того, что я в свою водичку добавляла мицеллярную воду и использовала ее до покрытия. Вот. У нее все там отвалилось. Капец. Больше я не делаю маникюр по-мокрому. Все, только по-сухому. Подложка BioStretch. Гель база. База мне нравится. Комфортная. Она не сильно жидкая, но в целом мне комфортно ей работать. Потом мы сделали тоненькое легкое выравнивание Global Fashion 13. И топом покрыли от Занку и Кстов. А я справились мы, кстати, с ней за 2 часа 20 минут. И руки и ноги. И я пошла за едой. И я пошла за едой. Сейчас я себе куплю еды, покушаю. Не знаю, что хочу. Что-нибудь салатик какой-нибудь, наверное, возьму. Покушаю, приду. И у меня клиентка через 2,5 часа. Может быть, что-то буду делать. А может быть, и не буду. Я еще не знаю. Себе я имею в виду. Потому что маникюр все-таки я вам хотела поснимать что-нибудь. Педикюр на себе неудобно снимать. Вот, наверное, педикюр и сделаю. А на съемку я пока не подготовила телефон. Вот. Вот такие дела. Вот. Поэтому все-таки я думаю, что отслойки мои были не из-за базы Фокси. Ну, потому что с ней все нормально носилось. Почему я ее обвинила? Хотя я ее не обвинила. Просто захотела попробовать что-то новенькое. Вот. Я люблю что-нибудь новенькое пробовать. Вот. Поэтому такие дела. Все, девчонки, убежала. А вон у меня кто-то пишет комментарий на ютубе из вас. Спасибо. Так, девочки. Весь из полей. Сижу я жду-жду-жду. Жду-жду-жду-жду. Переделала одну руку себе. Длину немножко побольше оставила. Очень красивый цвет. А тут клиентка пишет, что опоздает. А потом пишет, Дашуль, можно завтра перенести. С мамой еще в поликлинике сижу. Мама пожилая. Я как бы в курсе всего, что, ну, мама прибаливает. Вот. И, конечно же, ну, что я сделаю? Я перенесла ее на завтра. Поэтому у меня есть время переделать ищу вторую руку. Я счастлива, мимоверно. Девочки, не поверите. Я очень этому счастлива. Почему? Потому что я терпеть не могу ходить. Одно переделанная рука, а другая нет. Поэтому я даже вам, наверное, что-нибудь поснимаю. Вот у меня телефон садится. Ну, что-нибудь я сейчас поснимаю. Так что погнали делать мне правую руку. Будет, конечно же, всего лишь камуфлирующая база. Но поснимаю, а потом еще озвучу, что-нибудь вам там расскажу. Поэтому погнали делать мне левую руку. Мою любимую левую руку. Обожаю делать себе левую руку. Ну что, девочки, сделаем мне маникюр. И это уже дубль три записи звука. Все у меня никак не сойдется. Тут расковыренная кутикула у меня. Будем снимать, параллельно болтать. Параллельно я вам немножечко буду рассказывать, чем я работаю. Что-то подсказывать. А вы ловите какие-то инсайты. Это ни в коем случае не обучающий ролик. Это просто я вам показываю, как это делаю я. И, возможно, кому-то где-то что-то будет полезным. А может быть, кто-то меня поправит. Либо расскажет, как это делаете вы. Снятия я всегда делаю керамическими фрезами. Покупаю их на Валберис. Очень бюджетные. Стараюсь брать всегда у одного продавца. Отличные фрезы снимают мягко, быстро. Несмотря на красный поясок. Хотя иногда беру и синий. Единственный минус этих фрез в том, что они очень быстро тупятся. Их нужно часто менять. Но зато они дешевые. Я очень давно себе хотела твердосплавную фрезу. И большое спасибо девочке. Она в телеграм-канале, которая вам подсказала, дала ссылку на классную твердосплавную фрезу, которую она уже тестирует 8 месяцев. И я ее себе, конечно же, заказала. И будем тестить с вами вместе. Ой, прям я вся в волнении. Я жду эту фрезу. И очень хочу, чтобы она мне понравилась. Попрошу заметить, что после снятия старого покрытия не трогаю ни длину, ни форму буду делать это после. Последнее время я перешла вот на такой способ работы. И подпиливаю длину и форму после того, как сделаю укрепление. Кутикулу я всегда отодвигаю апельсиновой палочкой. Другим инструментом я это делать не умею. Либо у меня не получается, либо наоборот. И работаю я последнее время по присыпке. Мне так тоже нравится. Не знаю, вот прям, прям мое. Маникюр вычищать птериги. Я буду пламенем. 23-м. Здесь я показываю, каким захватом я держу свою щетку-рыбку. Но вернемся к фрезе. Это 23-й диаметр марка КМИС с зауженным носиком. Люблю такую фрезу и люблю без. Также, которая не с зауженным носиком, тоже КМИС. Последнее время я поняла, что все-таки КМИС это самые качественные, классные рабочие фрезы. От Владмилы я сейчас в последнее время прям в расстройствах, в разочарованиях буду отказываться. И думаю, что кроме КМИСа я работать ничем не буду. Но это не точно. Правую сторону вычищала без вас, потому что мне позвонил муж, и мы с ним там немножечко проболтали. Поэтому переходим сразу к срезу. Работаю я ножничками. Это сталикс. Сейчас, я так понимаю, сталикс не купить у нас в России. Поэтому ни ссылок, ничего оставить не могу. Этим ножницам 100-500 лет. И у меня их штук 5 или 6, наверное. Может и больше. Но которые рабочие, острые, вот 5 или 6. Вот это, кстати, мои самые нелюбимые. У них очень толстый кончик. Но вот работать все равно я ими тоже могу. Мизинчик у меня совсем потрепанный, растрепанный. Сначала держала ножницы верхним захватом. Но если мне не подлезть верхним захватом, я их беру немножко по-другому, другой захват, и еще дорабатываю. Примерно вот таким захватом, как держат твизеры. И вообще не важно, нет правильности, как держать. Главное результат. Главное результат. И дальше мы будем шлифовать, убирать все ширушки, махрушки. Вот такой тоже фрезой. Это цилиндр сорокового диаметра. Я могу работать с цилиндром, могу работать с шариком. В общем, без разницы. Но вот, кстати, что касается полировки, шлифовки, наверное, больше, шлифовки, то здесь сильно для меня не принципиально, к мисс это будет или нет. Потому что здесь нужна просто мягкая фреза, которая загладит и сделает кутикулу, валик точнее даже, шкутикулу мы отрезали ровненьким, блестящим и зашлифованным. Полировку я не делаю никакими силиконовыми, карбидными фрезами. Они у меня есть, но я сейчас не делаю. Ну, не вижу смысла. В принципе, можно и алмазной фрезой убрать и не заморачиваться, так скажем. Вообще, в последнее время я перестала заморачиваться. Не убираю каждую-каждую-каждую-каждую ширушку, которую видно под микроскопом, потому что, ну, и так все красиво и аккуратно. Вот. Обезжириваю я всегда и убираю пыль спиртом. И после обезжиривания ноготочки очень чистенькие, красивенькие. Но нужно помнить о том, что спирт подсушивает кожу, и какие-то ширушки, они могут вылезти, когда вы будете наносить базу, и не нужно их стирать и перетирать кожу. После мытья рук их, видно, не будет. Далее, подложка база BioStretch Gel Glossy, тонким втирающим слоем. Никаких праймеров, никакого дегидратора я не использую, если носится все хорошо. Если руки влажные, могу использовать дегидратор, могу использовать кислотный праймер. Если вижу, что предыдущее покрытие было с отслойками, то могу пройтись праймером. Праймер у меня есть практически всегда, потому что я со слайдерами использую праймер. Но вот перед базой практически никогда. Ну что, дальше у нас семерочка X-Nail Tsunami Nude Base. Вот такая светло-розовая, молочно-розовая, с шиммером. Очень люблю вообще ту марку. Их базы прекрасно носятся, прекрасно снимаются, прекрасно наносятся, но подпекают в лампе. Нюансы у них есть. Здесь я пытаюсь настроить свет. Всю дорогу я пыталась поменять ракурс лампы, ракурс телефона слегка, но все, мне кажется, что ничего не видно и темно. Выравнивание этой базы я буду делать в один слой, то есть мокрый пол и капелька. Если не подлазит кисточка в кутикуле, я беру тоненькую кисточку. И вообще тонкая кисть это мой любимый инструмент в выравнивании. Кисточкой с флакона я просто только добавляю материала на ноготь, а тонкой кистью уже разравниваю. Тут я хапнула многовасто материала, поэтому врала. И вот так я туда-сюда могу запросто работать кистью до тех пор, пока не будет ровное покрытие. Всегда со всех сторон смотрю на ноготок, сбоку, с торца, сверху, снизу. Всегда, конечно же, переворачиваю ноготок, чтобы отцентровать материал. И обязательно база должна быть по всему периметру ногтя, обязательно. Потому что я буду делать опил, и если в каком-то месте базы не будет, то ее там и не будет, собственно. В общем, кисточкой всегда довожу по всему периметру материал, чтобы... В общем, чтобы было. Я не знаю, почему я здесь тачила вам несколько. Вот здесь я совершенно по-другому бахнула материал на ноготь. База достаточно жидкая, поэтому это не гель, это база. Вот гель, базу можно вот просто каплю добавить, кисточкой разровнялся. У геля другая совершенно консистенция, вязкость, и там немножко идет все по-другому. А с базой проще. Вот, также, что хотела сказать. Здесь я вот, кстати говоря, поменяла ракурс опять. Лампы своей, ну мало одной лампы, световой надо две. Той техники, в которой я работаю, да, то есть я пил после выкладки, вообще с базой не работают, потому что база мягкий материал. И не факт, что она так будет носиться. Но я, как бы, для меня вообще нет преград. Я хочу, я делаю. Для меня нет правил, я сама эти правила создаю. На клиентах, конечно же, я так не работаю. Так я делаю только на себе. И у меня носится. На клиентах не экспериментирую. На клиентах так делаю с гелем, а вот с базой нет. Нет, вообще на клиентах я с базой практически не работаю. После просушки я сняла липкий слой, конечно же, и тут же буду убирать длину фрезой, той же фрезой, которой я делала снятие. Вот, сразу скажу о том, что я знаю, что у меня безымянный ноготь получился длиннее указательного, хотя они должны быть одинаковыми. Но у меня на безымянном ногте, как у многих клиентов, ногтевое ложе значительно ближе, чем на указательном, длиннее. Вот, и если делать их одинаковыми, то на указательном пальце останется огромный свободный край, который мне нафиг не нужен. И для меня вот эти правила должны быть одинаковые, там, по длине. Мне вообще пофиг. Мне так удобно, мне так нравится. Дальше я делаю айпил формы пилочкой, поднимаю боковые параллели, они у меня провысли, и прячу уголочки. То есть торец у меня не прямой, а слегка скруглен, слегка прям совсем, чтобы убрать уголочки, спрятать. Потому что, опять же, мне такая форма нужна, и я такую форму себе хочу сделать. И хочу с такой ходить, мне с ней удобно и комфортно. Так что, по поводу формы тоже. У меня иногда спрашивают девочки, почему вы слизываете уголочки иногда на клиентах, когда показываю. Потому что клиенты так просят. Вот и все, к сожалению. Также уголочки слегка скругляю. Поверхность я не трогаю. А вот когда я делаю гелем выравнивание, он не всегда ложится идеально ровно, и тогда я могу опилить еще поверхность. И вот у меня остался толстый торец, толщина в торце. И все той же фрезой для снятия я выпиливаю тоненькую полосочку. Выпиливаю свой ноготок только по кромке по самой. Делаю красивую тонкую арочку, тонкий свободный край. Но тоже, да, не переборщить. И могу вам сказать, что это теперь тоже один из любимых этапов в маникюре для меня. Прям вот мне нравится это делать. Когда ровный, изящный торец, равномерный по всей ширине. Прям вот я люблю это делать. Единственное, что длина у меня короткая. Там есть гипонихи, и нужно делать это очень аккуратно, чтобы не задеть гипонихи. После этого еще можно слегка пройтись по торцам пилочкой. И убрать, если вдруг вылезли какие-то ширушки. Вот, посмотрите, тоненькие остались торечки. Вот немножко ширушки я еще сглаживаю, убираю, чтобы ничего нигде не торчало, не мешалось. Ну и все, собственно, нам просто осталось покрыть ногти толпом. И наш маникюр готов. Я так рада, что я со свежим маникюрчиком даже не рассчитывала сегодня, что у меня будут ногти. Свежие. Вот все тоненько. Там, правда, гипонихи вот еще торчит, сухенькие. Но я его потом увлажню, и будет все красиво. Топ у меня от Данка. Я работаю сейчас из баночки. Купила себе большой объем, и мне очень удобно работать из баночки. Тоненько. Без выравнивания я не люблю делать выравнивание топом. Много раз это говорила. Иногда, конечно, этого требует покрытие. Но вот в данном случае база идеально ровно легла. Поэтому я просто заполняю ноготок топом. Просушиваю его и любуюсь результатом. Сейчас я вам показываю свои ногти. Здесь нет масла. Здесь только я помыла ручку водой. Вот они. Вся сухость ушла от спирта. И нечего там пилить, перепиливать, выпиливать. Тонкие торцы, аккуратное покрытие. Обожаю светлые ногти. Прям любовная любовь. Девушки. Девушки мои. Что? Маникюр мне сделали. Я вам там поснимала. Я думаю, что я буду озвучивать. Вот. Снимаю чисто в развлекательном контенте. Ни в коем случае не обучаю. Поэтому я не буду там рассказывать, что и как правильно делать. Это расскажут вам на курсах, да? Но, как правило, на курсах, вот допустим, да, как вариант. Мои ногти. И чаще всего у многих так, указательный и безымянный должны быть типа по длине одинаковые. У меня они вообще разные. Но потому что ногтевое ложе сильно разное. И мне пофиг, что он короче. Мне не надо указательный километровый, чтобы он был свободный край длинный. Но чтобы он прям вот такой-ка был как безымянный. Я так не люблю. Мне так комфортно. И на самом деле очень многим клиентам так комфортно. Поэтому знать нужно, но на практике не всегда это у нас применяется. Вот. Поэтому нужно учиться и набираться опыта. Вот. Поэтому мой маникюр не идеальный. Но вполне себе пригодный для жизни. Это лучше, чем было до. Ужасный отросший лак. Пусть ему две с половиной недели. Но я не могу, девчонки, вот хоть убейте. Я не могу месяц ходить с ногтями. Такое бывает только, когда я не могу найти себе время. Я смотреть не могу. Для меня это важно. У меня отрастает кутикула сильно. Она у меня очень сохнет. Она у меня такая как бы очень активная. У меня раздражает длина. Меня прям вот не длинная. Если бы я сделала себе длинные ногти и с ними ходила, это одно. А когда вот они отрастают, длина, я не могу. У меня прям... Мне охота расколупать всё. Отодрать всё. Я этим периодически занимаюсь. Вот. Так что вот такие дела поснимала вам. Я надеюсь, что там всё получилось. Не могу я найти правильный ракурс, чтобы классно падал свет. Всё-таки я считаю, что мне не хватает освещения для этого. Мне нужна вторая лампа. Она у меня будет по-любому. Просто вот, ну, не всё сразу, всё по порядку. У меня есть план действий. Вот. Поэтому, да, она стоит недорого. Но не могу я же всё убраться. Короче, вот такие дела. Всё будет. Будет, но позже. А я зашла вообще-то вам сказать о том, что сегодня 16 октября. И сегодня ровно 6 лет. 16 октября, 6 лет назад. Хэзэ какой там год это был, я даже не помню. Я арендовала свой собственный кабинет и стала работать на себя. Это произошло всё 16 октября. Если честно, я просто вообще про это забыла. Мы никак не отмечаем. А с 1 ноября мы с Таней вместе начали работать. Вот. Поэтому для Тани 1 ноября такой знаменательный день, а для меня 16 октября. Вот. И мы не отмечаем, не празднуем. Там устраивают кто-то салоны, дни рождения. У нас же всё равно в основном частный кабинет такой. Вот. Поэтому это праздник только вот такой вот. Просто уменьшение. Ну, я его никак не отмечаю. Но сегодня я разговаривала с клиенткой. Что-то мы на эту тему разговаривали. Считали, сколько лет она ко мне ходит. Они же все по 5, по 6 уже, понимаете. И 6 лет я не думала, что так всё затянется, когда я начинала работать на себя. До этого я работала в салоне всего немножко. И там у меня своя история. Вот. Я решила когда-то попробовать. Я даже бы хотела уйти. Но благодаря тому, что мы с Таней вместе работали, мы друг друга где-то сдерживали. И в итоге, что есть, то есть. Я безумно счастлива. Горжусь тем, что у меня есть. Что у меня есть клиентская база. Есть свой дом, второй дом, в котором я провожу большую часть времени. Есть много планов по улучшению, по изменению, по апгрейду студии. Но тоже не всё сразу. Желаний много, но реализация не всегда. Такая быстрая, как хотелось. Потому что, конечно же, всё упирается в финансы, которые... Ну... Мы же работаем не ради работы, а и ради другого. Ну, собственно, не все же деньги тратить на работу. Это неправильно тогда будет. Вот. Вот такие дела. Так что 6 лет — это срок. Пишите вообще, кто сколько работает уже. У кого какой стаж. А вообще стаж я, получается, тоже считала... 8 лет у меня стаж работы... Ну, не стаж работы, а опыт. 8 лет назад тоже это было 8. Я пошла на курсы, базовый курс по маникюру и педикюру. Боже мой, что это были за курсы? Ну, тогда 8 лет назад-то нормально было. Вот. Поэтому нельзя, знаете, так вот отучиться 8 лет назад и работать, работать, работать. Ведь меняются техники, знания, появляются новые материалы, какие-то новые техники разрабатывают технологи. Нужно обязательно периодически ходить, слушать, смотреть. Я вот ежедневно смотрю YouTube, и тоже вижу там очень много каких-то материалов и так далее, каких-то техник, техник, пробую. Все самостоятельно, то, что увижу, то, что понимаю. Если понимаю, что не получается, если я хочу знать, иду на курсы, если нет, забиваю. Вот. Поэтому учение свет. Записалась я на мастер-класс 6 ноября. Вот сейчас будем носить станет... Ну, не предоплату, а депозит. И 6 ноября как раз это мой выходной. По-моему, это вообще красный день календаря, понедельник. Мы поедем. К черту на кулички. Это вообще левый берег. Но поедем получать новые знания. А там, глядишь, и недалеко до подологии. Ой, ну нет. Об этом загадывать еще рано. Все, сейчас через 20 минут придет уже моя клиентка, кто готовится. Я счастливая, потому что я со свежим маникюром. Осталось педикюр обновить. Ой, а кстати, девочки, сейчас я перезайду кое-что вам еще скажу. Я на этой руке один ноготь покрывала топом замку, а остальные все ногти покрывала топом агентный, который, помните, я покупала для темных оттенков. Что могу сказать? После нанесения, сразу после просушки результата... Ну, разницы, точнее, нет никакой. Я вот не вижу разницы. Но когда я была на морюшке, на цвету, было отчетливо видно, что замку очень синит на темных оттенках. Оттенках. Просто девочка пишет, деньги мне отправила. Вот. Агент Нейл абсолютно не придает дополнительно никакого оттенка. То есть вот как он зеленый был, так и был. Поэтому темные оттенки... Ну, вот, кстати, я вчера делала темное-синее от Дрикоко, которое в Телеграме девочки спрашивали ссылку. Я его покупала в обычном магазине, не на Валберес. И я... Ссылки у меня нет. Я поискала, не нашла. Но сегодня уже кто-то из девчонок, молодцы, прошуршали и скинули на него ссылку. Очень классный оттенок, шикарный. Но так как он и так синий, я его все равно покрыла замку. Но если бы это был зеленый, черный, еще какой-то, я бы покрывала Агент Нейл. Потому что он блестит в носке так же, как замку, но не придает синевым. Так что вот такой отзыв. На Агент Нейл ссылка в Телеграме есть. Добавляйтесь в чат, добавляйтесь, либо на канал добавляйтесь. Добавитесь, если на канал, то будете видеть только то, что я скидываю ссылки. А если добавитесь в чат, то увидите ссылки ото всех, кто их туда скидывает на какие-то там выгодные. Очень часто мы ловим покупки. И сможете сами делиться ссылками, задавать вопросы, кому-то помогать, отвечать. Потому что бывают девчонки, задают какие-то вопросы по работе, по моментам, по каким-то. Вот мы там все делимся своим опытом и друг другу помогаем. По поводу перчаток. Да, некоторые девочки мне отписались, что да, если блестит внутри, это однозначно нитровинил, либо вообще чистый винил. Но на самом деле я даже сильно не расстроилась. Все равно урвали недорого, ну и бог с ними. Но в целом я могу сказать, что буду теперь заказывать только там у проверенных продавцов. Потому что все-таки на нитровинил у меня бывает вылазит аллергия, если только в них работать. Но если предостеречься и после каждого клиента мыть ручки с мылом, то есть сняла перчатки, выкинула, пошла с мыла, то, что образовалось на ручках. Вот. Либо, допустим, ну три клиента в день, два клиента отпилила там в нитриле, один вот в этих. Либо там короткие процедуры, пальчики, педикюр, либо там педикюр без покрытия, либо маникюр без покрытия. Можно смело, либо бровки брать, вот эти перчатки. А если маникюр с покрытием, бывает это двух часов у меня работа занимает, то буду надевать нитрил. Вот. Поэтому это опыт. Ссылки я скидываю тоже, то, что уж нашла, недорого. В описании все было написано, что это стопроцентный нитрил, туда-сюда. Ну вот, кто знал, что такие продавцы. Вот. Зато недорого урвали. В целом, перчатки неплохие. Как бы, не знаю, я в них вот работала уже несколько раз, пока аллергии нет. Все, девочки, остается все меньше и меньше времени. Мне нужно готовиться к работе. От слова гей. Да, да. Не цветы, а кустик, да? А я тебе сейчас покажу, я нашла фотку. Ага. Девочки, я уже переоделась, хотела чуть ли не убегать, вспомнила, что я вам не засняла, чем я работала. Подложка био-стрич гель выравнивания. Мы сделали глобал фэшн единичка. Это прозрачный цвет был. Самый популярный бордовый 226 от Эми. Все, там я максимум на раз еще осталась, надо заказывать, потому что это любимчик среди наших станюшек-клиентов. Ну и топ стандартно стандартно замку иксто. Вот. Так. Я побежала домой, сейчас домоются в ультразвуке инструменты, промою их, положу сушить и побегу домой. На сегодня все. Сегодня влог у меня с маникюром будет, поэтому я буду очень-очень стараться его сегодня смонтировать и выложить, но я не обещаю. Завтра у меня лайт день. Ладно, об этом расскажу вам завтра, потому что этот влог я завершу, но возможно этот влог выйдет не сегодня. Не знаю, посмотрим, потому что озвучивать это сложно, имея двоих детей дома. Вот. Все, битрозвук доработал, я побежала. До новых видео. Пока-пока.